Всем привет! Меня зовут Виктория Федосенко, я дизайнер жилых пространств. Сегодня вместе с ХОВ поговорим о самой мокрой зоне дома, об ванной. Я расскажу, как обустроить удобную, безопасную и современную ванную комнату. Ванные комнаты давно стали не просто помещением, где можно помыться или постирать, а местом для расслабления и ухода за собой, уголком, где можно уединиться. Поэтому важно, чтобы оно было и удобным, и красивым. В последние годы появляются новые веяния в дизайне ванных комнат, новые решения, и я думаю, что пришло время их обсудить. Как обычно, главная проблема при ремонте санузла – это размер помещения. Мало кто может похвастаться даже пятиметровой ванной комнатой. И при этом там необходимо уместить сантехнику, стиральную машину и места для хранения. Давайте поговорим о вариантах увеличения площади. Первый – объединение раздельных санитарных узлов. Особенно актуально для типовых домов. Это разрешенное действие, но не забывайте, что любое изменение первоначальной планировки квартиры требует согласования и узаконивания. При объединении санузлов важно обратить внимание на расположение вентиляционных шахт и коробов. Ни в коем случае нельзя их демонтировать, уменьшать, закладывать, переносить. Такая перепланировка незаконна, и согласовать ее не получится. Запрещается любое воздействие на вент-короб, так как он является частью общедомового имущества. Второй способ – увеличение площади санузла за счет других помещений. И тут сразу возникает много вопросов. Расширится за счет кухни или за счет коридора? А можно ли заходить на территорию жилых комнат? Что ж, давайте разбираться. Увеличить ванную комнату возможно за счет площади коридора, кладовки или подсобки. Чтобы согласовать такую планировку, необходим пакет проектных документов, а также обязательно укладка гидроизоляции с оформлением актов скрытых работ. Помните, укладку должны выполнять работники, у которых есть специальный допуск. А вот расширять площадь санузла за счет кухни или любой другой жилой комнаты нельзя. Это ухудшает жилищные условия ваших соседей снизу. Мокрая зона не может располагаться над жилой комнатой. И есть только несколько исключений, которые позволят вам сделать такую перепланировку. Первое. Ваша квартира находится на первом этаже. Второе. Ваша квартира выше первого этажа, но под вами расположены нежилые помещения. Магазин, кафе, офисы. Третье. Сосед под вами уже расширил санузел и согласовал эти изменения. Тогда вы тоже можете сделать это в границах зоны расширения санузла соседа снизу. Интересный факт. Даже если вы не собираетесь увеличивать или объединять санузел, а хотели бы просто перенести сантехнику в пределах помещения, например, подвинуть унитаз, это тоже требует согласования. Перед подобными изменениями я в любом случае советую обращаться к специалистам, грамотным дизайнерам или службам по согласованию перепланировок. Обо всех нюансах перепланировок вы можете посмотреть вот в этом ролике. Теперь давайте поговорим об устройстве ванной комнаты. И начнем с извечного вопроса. Душ или ванна? Если размеры комнаты очень ограничены, выбирать не приходится. Но если выбор все-таки есть, опирайтесь в первую очередь на свои предпочтения и ощущения. Я адепт идеи того, что интерьерные решения обязаны работать на вас и вашу семью. В моей практике были случаи, когда даже имея достаточный метраж, заказчики отказывались от ванны в пользу душевой, просто исходя из реального опыта проживания своей домашней жизни. Но стоит упомянуть о некоторых нюансах, которые, возможно, помогут принять решение. Состав семьи. Если в доме есть или планируются дети, подумайте, где вам будет удобнее купать малыша. Также, если с вами проживают пожилые люди, скорее всего, им будет удобнее пользоваться душем, оснащенным местом для сидения. Если устанавливается душевая, ее оптимальные размеры 90 на 90 сантиметров. При меньших возникают неудобства при использовании. Сложно раздвинуть локти, движения скованы, можно задеть душевую стойку, смеситель или полки. Обращайте внимание и на тип открывания дверцы душевой. Распашные двери не должны ничего задевать. Проверьте это. В ограниченном пространстве лучше использовать раздвижные конструкции. Важна и ширина входа в душ. Часто это всего 40 сантиметров. Достаточно ли это для вас? Если вы будете использовать ванну, я очень советую сделать нишу для ног. Так вам будет удобно подходить к ней. Например, мыть собаку, стирать вручную, да и просто ее чистить. Размеры ванны подбирайте, исходя из своего роста. Вам должно быть удобно в нее погружаться, но при этом должна быть опора для ног. Поэтому не стесняйтесь примерять ванну перед покупкой. Правильно устанавливать ванну в три стены. Если у вас остается зазор между ванной и стеной, это прекрасная возможность построить нишу с полками для хранения банных принадлежностей. Перейдем к обсуждению унитазов. На мой взгляд, наиболее удачные модели – это варианты с инсталляцией. Лаконичное, симпатичное решение, позволяющее скрыть всю внутреннюю систему, а также подвесная конструкция, удобная для уборки под ней. Есть возможность организовать шкафчик непосредственно над инсталляцией. Кстати, тут можно сэкономить, заказав не полноценный встраиваемый шкаф, а только дверцы, закрывающие нишу, и полки. Поговорим об эргономике. Оптимальные боковые расстояния от центра унитаза до другого объекта или стены – 45 см. А расстояние перед унитазом должно быть минимум 50, а лучше – 75 см. Это обусловлено жизненной практикой. Например, иногда нам становится плохо, и мы должны расположиться непосредственно перед унитазом. Если напротив унитаза находится тумба, шкаф или стиральная машина, проверяйте полное открывание дверей. Но и немного о всеми известном дизайнерском постулате – унитаз не должен находиться напротив входа в ванную комнату. С эстетической точки зрения это правильный подход. Открывающаяся перед нами перспектива должна быть визуально привлекательной. Это работает и в других помещениях. Нам приятно сразу увидеть что-то красивое. Но зачастую расположение коммуникации в квартире, а также возможности расстановки мебели и оборудования в маленьких метражах диктуют свои правила, и мы не всегда можем передвинуть унитаз. Если все-таки в вашем случае это реально, то напротив двери лучше располагать тумбу с раковиной и зеркало. Это даст объем, вы можете добавить подвесные светильники, декорировать пространство вокруг раковины. В общем, будет эффектно. Идеально, если в совмещенном санузле вам удастся разделить функциональные пространства, отделить зону с унитазом, например, простенком. А еще редкая для ванных комнат, но очень хорошая идея – использовать текстильную штору для зонирования. К слову, это тренд – делать санузлы более похожими на уютные жилые комнаты. Именно поэтому мы видим так много примеров совмещения плитки и покраски, использования обоев, разнообразия декоративного освещения. Раковины – еще один предмет дискуссий. Бывают подвесные раковины, с пьедесталом, накладные, встраиваемые и даже напольные. Особенно жаркие споры разгораются по поводу накладных раковин. И я сразу скажу – да, брызги воды скапливаются вокруг чаши. Вообще, брызги есть независимо от типа установки. Но со встроенным вариантом их очень легко согнать со столешницы. Поэтому, если выбираете накладную раковину, особенно тщательно подойдите к выбору материала столешницы. Главный критерий – влагопоглощение. Проще говоря, как материал взаимодействует с водой. Лучше не выбирать бюджетные материалы, а также натуральный камень, например, мрамор. Натуральный камень во внутренних влажных помещениях хорошо поглощает влагу, но не может также хорошо ее отдавать. Вода сохраняется внутри, ухудшая внешний вид камня и изменяя его цвет. А вот хорошо справиться с влагой может керамика, акрил, кварцевый агломерат, полиэфирный камень или стекло. Но не могу не добавить небольшую ремарку – вы лучше других знаете свои привычки. Поэтому, если вы привыкли протирать поверхности после водных процедур или вы регулярно ухаживаете за мебелью, у вас не будет проблем с накладной раковиной. Напишите, какая у вас раковина и довольны ли вы ей. А вот другой, более значимый нюанс при выборе такой раковины – высота готовой конструкции. Часто при ремонте забывают правильно рассчитать этот параметр. Стандарт 80-90 см от пола до верхнего края раковины. Приятно видеть, что сегодня есть такое разнообразие форм, материалов, оттенков раковин. И она становится не просто привычным предметом, а возможным ярким акцентом, изюминкой ванной комнаты. На последних интерьерных выставках особенно были популярны цветные изделия, а еще варианты из цветных прозрачных материалов – акрилового стекла, полиэфирной смолы. На сайте ХОВ можно подобрать раковину и другое сантехническое оборудование на любой вкус. Когда в ванной нужно уместить постирочную зону, хочется сделать ее функциональной и незаметной. Сегодня популярны шкафы или ниши под стиральные машины. Давайте в них разберемся. Перед тем, как планировать место размещения стиральной машины, проверьте, что вы сможете обеспечить подвод и отвод воды, а также расположить розетку. Габаритные размеры шкафа или ниши под стиральную машину привязаны к ее размерам. Глубина рассчитывается как глубина машинки плюс 5-10 см за ней для коммуникации. Вплотную к стенам машинку ставить нельзя. Должен быть технический зазор не менее 0,5 см. И это если машина остается открытой. Если вы закрываете нишу дверцами или ставите шкаф с фасадами, помните о петлях, которые могут не дать вынуть стиралку в случае поломки. Также проверяйте, что отсек для порошков беспрепятственно выдвигается. Если стиралка закрыта глухими фасадами, необходимо продумать вентиляцию. Это не только прорези в цоколе. Часто делают вентиляционные щели также сбоку или сверху шкафа для циркуляции воздуха. Розетку нужно установить выше стиральной машинки или сбоку от нее для легкого доступа. В заключении давайте обсудим, что еще сделает ваше пребывание в ванной комнате более комфортным и безопасным. Электрические теплые полы – это плюс 100% к уюту. Набирает популярность и другое дизайнерское решение – теплая стена. Она изготавливается по той же технологии, что теплый пол, с использованием тех же нагревательных матов под керамогранитом. И позволяет отказаться от привычного полотенцесушителя. Такое решение – находка для тех, кто хочет иметь настоящий минималистичный интерьер. Или тех, кто терпеть не может стандартные полотенцесушители – змеевики или лесенки. А дизайнерские полотенцесушители другого вида считают слишком дорогими. Как вам такая идея? Напишите в комментариях. Не игнорируйте сценарий освещения в ванной комнате. Кроме заполняющего основного света, обязательно нужно продумать локальное и декоративное. Если вы наносите макияж в ванной, освещение у зеркала должно быть нейтральным – 4-4500 кельвинов. А вот для декоративной подсветки больше подойдет теплый свет. Подсветку можно организовать под ванной или под тумбой, а также в зоне душевой. Особенно красиво она смотрится, если у вас есть фактурная акцентная стена. Светильники должны быть с влагозащитой, не ниже IP44. Пара слов о безопасности. Материалы для пола в ванной нужно выбирать не скользкие, особенно в душевой. Двери лучше устанавливать с открытием из санузла наружу. Это не жесткое правило, но в случае, если вам станет плохо, вам будет легче толкнуть дверь наружу и позвать на помощь. А также, если человек потерял сознание, он не сможет заблокировать двери. Розетки в ванной должны быть также влагозащищенными. Располагать их нужно на расстоянии 60 см от источника воды. Отдельная рекомендация – система защиты от протечек. При соприкосновении с водой специальные датчики посылают сигнал на блок управления, в результате чего блок управления перекрывает трубопроводы и вода не поступает. Также некоторые системы могут обесточить электросети, отключить технику, например, стиральную машину, включить сигнализацию или отправить уведомления о протечке хозяину. Надеюсь, ролик был для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь, если еще не сделали это. Рассказывайте в комментариях о своих ванных комнатах. А мы пока продолжим готовить для вас другие интересные видео.